Глава 24. В течение бесконечных недель мы обливались потом над своей работой, которой казалось никогда не будет конца. Как часто по ночам, пока студенты храпели в своих постелях, мы с товарищем трудились при электричестве у парового катка или гладильной доски. Часы тянулись бесконечно, и работа казалась тяжелой, несмотря на то, что мы были уже настоящими знатоками своего дела и не тратили лишней энергии на бесполезное движение. Я получал 30 долларов в месяц и хозяйские харчи, чуть больше, чем на электростанции и на консервной фабрике. Разница была только в харчах, которые почти ничего не стоили моему хозяину, мы ели в кухне, но сберегали мне 20 долларов в месяц. Таким образом, оценка моей окрепшей с годами силы, ловкости и знаний, почерпнутых мной из книг, выражалась этой прибавкой в 20 долларов. Судя по быстроте, с которой подвергалась моя работа, я мог рассчитывать на то, чтобы сделаться к концу жизни ночным сторожем за 50 долларов в месяц, а не то, пожалуй, и полицейским с жалованием в 100 долларов и всякими побочными доходами. Мы с товарищем так усердно отдавались своей работе в течение недели, что к субботе превращались в никуда негодные развалины. Я снова почувствовал себя в давно знакомом состоянии рабочей скотины. Я работал больше ломовой лошади, и мысли, заполнявшие в это время мой мозг, едва ли многим отличались от мыслей лошади. Я привез с собой в прачечную целый ящик книг, но скоро убедился, что совершенно не способен прочесть ни одно из них. Я засыпал, как только принимался за чтение. То же повторялось и с билетристикой. Когда же я убедился, что засыпаю даже над захватывающими романами, я бросил борьбу. За все время, которое я провел в прачечной, мне так и не удалось ни продолжить учебу, ни прочесть ни одной книги. Когда в субботу вечером мы прекращали работу до утра понедельника, я, кроме желания спать, чувствовал еще одно только желание – выпить. Второй раз в жизни я слышал настойчивый зов ячменного зерна. Первый раз это было вызвано переутомлением мозга, но теперь мой мозг не был переутомлен. Напротив, он находился в состоянии полного отупения из-за отсутствия какой бы то ни было работы. В этом и заключалась беда. Мой мозг, оживленный видом нового мира, который открыли ему книги, жадно требовал себе пищи и жестоко страдал от вынужденного застоя и бездействия. И я, старый задушевный друг Джона Ячменное Зерно, знал, что он даст мне взлет фантазий, грезы о могуществе. Все, что поможет мне забыть – кружение стиральных машин, вращение катков, жужжание центробежных выжималок, крахмаленье и бесконечный вознюд с полотняными штанами, которые морщатся под моим летающим утюгом. В этом сила ячменного зерна. Он находит путь к вашим слабостям, недостаткам, усталости и истощению. Он предлагает вам легкий исход. И лжет, лжет от начала до конца. Телу он дает ложную силу, духу – ложный подъем, а все окружающее заставляет казаться несравненно прекраснее, чем оно есть на самом деле. Но не нужно забывать, что ячменное зерно принимает различные образы. Он не всегда обращается к слабости и усталости. Иногда он взывает к избытку сил, чрезмерному возбуждению и скуке от бездействия. Он может сжать в своей руке руку любого человека в любом настроении. Он способен опутать всех людей сетью своего очарования. Он меняет старые светильники на новые. Лохмотье действительности на блестки иллюзии и в результате обманывает всякого, кто связывается с ним. Однако я так и не добрался до вина. По той простой причине, что ближайший кабак находился за полторы мили от нашей прачечной. Но это доказывает только, что голос ячменного зерна не слишком громко раздавался в моих ушах. Будь он посильнее, я не остановился бы перед расстоянием и в десять раз большим, чтобы раздобыть фина. А с другой стороны, будь кабак за углом, я непременно напился бы. Однако при сложившихся обстоятельствах я проводил свой единственный день отдыха, лёжа в тени под деревом. С воскресными газетами и усталость моя была так велика, что даже их поверхностная пена оказывалась мне не под силу. Юмористическое приложение вызывало бледную улыбку на моём лице, и вслед за тем я неизменно засыпал. Хотя я так и не подчинился зову ячменного зерна, пока работал в прачечной, всё же он оказал на меня известное влияние. Я услышал его зов, почувствовал голод желания, тоску по наркотику, и это подготовило во мне почву для более сильного влечения в последующие годы. Главная особенность этого влечения заключалась в том, что оно развивалось исключительно в моём мозгу. Мой организм не требовал алкоголя, а скорее напротив, питал к нему отвращение. Работая на электростанции, я утомлялся физически, и желание выпить никогда не проникало в моё сознание. Но когда, выдержав вступительные экзамены в университет, я почувствовал умственное переутомление, то немедленно напился. В прачечной я опять-таки страдал от физического переутомления, которое по силе своей даже приблизительно не могло сравниться с усталостью от работы на станции. Но разница была в том, что тогда мой ум ещё дремал. Между тем временем и работой в прачечной передо мной открылось царство разума. Когда я возил на тачке уголь, мой ум спал. Когда я работал в прачечной, мой ум, жаждущий деятельности, терпел крестные муки. И безразлично, отдавался ли я чарам ячменного зерна, как в бенишии, или обуздывал себя, как в прачечной, семена влечения к нему давали ростки.